Неповторимая, бурная жизнь Неповторимая, бурная жизнь Неповторимая, бурная жизнь Неповторимая, бурная жизнь А практическим результатом является активное участие наших старшеклассников в районных, городских и областных олимпиадах, конкурсах и фестивалях научных работ учащихся, во всероссийском конкурсе «Кенгуру», «Юный академик». Постичь новое, трудное в науке, разобраться во многих возникающих проблемах – это дано не каждому. Тем приятнее, что в гимназии достаточно много успешных исследователей. 29 победителей в районных олимпиадах по различным предметам, 9 призеров городского тура олимпиад, 5 учащихся гимназии успешно защитили исследовательские проекты в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала». Среди них Антон Рожин, Аня Кашевар, Дмитрий Возчиков, Василий Белов, Григорий Лак, а Татьяна Хоруженко показала глубокие знания по литературе на Всероссийской олимпиаде в городе Казани. Среди многих участников она заняла 5 место. Денис Ёлкин всех приятно восхитил глубочайшими познаниями в области компьютерной техники. В Москве на Всероссийской выставке «Шаг в будущее» Денису был вручен диплом второй степени за научную работу «Создание системы для проведения олимпиад по информатике». Кстати, свою работу он защищал на русском и английском языках. Молодежная жюри вручила Денису Ёлкину первый приз и пригласила его на международную выставку в Испании. Как утверждают специалисты, Денис создал уникальную компьютерную систему. Его программа прошла апробацию не только в нашей гимназии, но и в колледжах и вузах нашего города. И везде отзывы были высокими. И еще информация о Денисе Ёлкине и нашей гимназии размещена в выпуске «Одаренные дети будущей России» энциклопедии «Лучшие люди России». Весьма необычно проходят в гимназии Дни науки. Это и церемония открытия в актовом зале, и вручение сертификатов участникам олимпиад, лучшие презентации исследовательских работ, открытая защита проектов на предметных кафедрах. И рядом с учеником будет учитель, который всегда придет и поддержит своего ученика в трудной ситуации. Заканчиваются Дни науки обычно неформальной интеллектуальной игрой «Что, где, когда». Эту игру проводят наши выпускники, мини-студенты разных вузов города. Принять участие в игре может каждый старшеклассник. Количество команд тоже не ограничено. В спортивном зале или в помещении-столовой места хватает всем. Проигравших никогда не бывает, а побеждает всегда чувство команды и, безусловно, эрудиция. Совместная творческая деятельность учащихся учителей продолжается и в досуговое время. Эта деятельность сконцентрирована вокруг школьных воспитательных центров развития и досуга и органов школьного самоуправления. В Совете старшеклассников отрабатываются различные формы совместной работы. Мозговой штурм идей, деловые игры, коллективные творческие дела, проектировочная деятельность. Инициативная группа Совета старшеклассников, защитив в этом году свой проект на районном слете органов самоуправления, отмечена дипломом и денежной премией. В Дни самоуправления учащиеся по традиции являются дублерами не только учителей и классных руководителей, но и администрации. И никого не приходится уговаривать принять участие. Желающих попробовать себя в роли учителя хотя бы на один-два урока находится всегда много. С самого утра в гимназии царит особая атмосфера. Дублер директора и дублеры завучей встречают учащихся в фойе, поздравляют, даже угощают всех конфетами, в которые вложены веселые неожиданные пожелания. На уроках у дублеров учителей обычно бывает очень интересно. В подобной ситуации каждый старшеклассник может самореализовать себя, проявить свою радицию, выдумку, применить свои педагогические приемы. А еще в эти дни прямо в фойе гимназии проходят импровизированные музыкальные перемены. Зрителей из числа друзей бывает не меньше, чем в актовом зале. Учащиеся всех классов гимназии включены в осуществление проекта «Забота», необходимую в наши дни полезную практическую деятельность. Это шефский концерт в областном госпитале ветеранов и участников военных действий. Помощь детям-сиротам Камышловского детского дома. Это сбор одежды, обуви, художественной литературы. Концерт в военном гарнизоне для солдат, проходящих воинскую службу. Забота об учителях, ветеранах педагогического труда, гимназии в форме совместных школьных праздников, концертов, поздравлений. Традиционных встреч в школьном музее, который в обновленном виде вновь ждет гостей. И всегда подобные встречи заканчиваются добрыми улыбками и словами благодарности. В гимназии бережно относятся к школьным традициям. Церемония прием в гимназисты – один из самых первых праздников для наших первоклассников. Как правило, этот праздник остается в памяти до самого последнего школьного звонка. В ежегодных конкурсах щечецов имени Виктора Сергеевича Рутминского участвуют все классы. Особенно ярко всегда выступают старшеклассники. В районном конкурсе щечецов в этом году во всех трех возрастных группах в честь лауреатов наши гимназисты. А старшеклассница Дарья Кудрявцева и в городском конкурсе заняла второе место, получив звание лауреата. 32-й традиционный фестиваль песен на иностранных языках вновь и вновь подтверждает мысль, что совместное творческое дело обычно приносит успех и удовлетворение. Все классы, начиная со второго, демонстрируют свои таланты, выдумки, знания английского языка, взаимовыручку. И всегда рядом с детьми взрослые, учителя английского языка, классные руководители, родители и бессменные ведущие фестиваля Наталья Марковна Гамбург и Станислав Николаевич Казаков. Ансамбль «Мобилити», которым они руководят самые активные участники всех фестивалей и школьных концертов. Солистка этого ансамбля Катя Смирнова вновь добилась успеха. На городском фестивале «Разноцветные голоса» стала лауреатом среди многих участников старшей группы. Прошедший учебный год как никогда был наполнен юбилеем. Школьному театру на английском языке исполнилось 35 лет. Руководителями этого уникального театра являются Надежда Михайловна Рокчеева и Нинель Владимировна Ефимова. Неоценимую своевременную поддержку театру все эти годы оказывает Лев Леонидович Монтау. В очередной раз любители театрального искусства соберутся в актовом зале на премьеру. Нынче дают много шума из ничего по Шекспиру. Школьному пресс-центру и газете «Форточка» также исполняется 10 лет. Юные журналисты вместе с Мариной Александровной Мясниковой готовят юбилейный номер газеты и готовятся к встрече гостей и выпускников. Некоторые из них выбрали профессию журналиста. Театру «Улыбка» под руководством Елены Зиновьевны Шерстянниковой тоже исполнилось 10 лет. Первые шаги на школьной сцене многие учащиеся сделали именно в этом театре. Сыграно множество спектаклей для детей младшего и среднего возраста, поставлены музыкально-литературные композиции, проведены школьные праздники. Школьному хобби-центру 1 апреля исполнилось 15 лет. С юбилеем пришли поздравить выпускники гимназии, которые в течение многих лет блистали на школьной сцене, пели, танцевали, участвовали в шоу. Собрались актеры и с удовольствием вспоминали свои лучшие роли, сыгранные на школьной сцене – Деды Морозы, Снегурочки, сказочные герои. По-прежнему в хобби-центре рождаются самые необычные проекты, которые при поддержке учителей и выпускников притворяются в жизнь. Выпускники гимназии создали при хобби-центре клуб выпускников. Уже удачно осуществлен ряд проектов. В интернете открыт и действует официальный сайт гимназии. Выпускники проводят интеллектуальные игры со старшеклассниками, конкурсы фоторабот на заданную тему и даже награждения оригинальными памятными подарками проводят самостоятельно. Мы все, конечно, надеемся, что совместная деятельность учащихся и родителей, учителей и наших выпускников и дальше будет проявляться в новых, необычных, интересных проектах. И в 85-летний юбилей гимназии мы вновь будем все вместе.